Веса, веса, весомых воден, гульфа, худосферниас Это все очень緊張ы, которые мы публиковали И сразу хочется сделать отсылку к книге, которая вышла в этом году Из идентичности язычников 21 века В ней опубликованы конспекты теологии Пагонорум Их можно прочитать, свериться И там также опубликован более широкий контекст Некоторые социологические исследования язычества, которые мы проводили в том числе на площадке Фонда Традиционных Религий, в случае полемики язычества и христианства с позицией теологии как раз, и в целом такой дополнительный том, в котором тема раскрывается на конкретных примерах и в России, и в зарубежных, поэтому он будет полезен и интересен, найти его можно в свободной продаже издательства «Виллигор» в этом году, поэтому, думаю, не составит труда с ним ознакомиться и перечитать вот этот курс уже в текстовом формате, он доступен в виде 12 лекций в видео, в аудио формате и в текстовом, в том числе, он тоже уже с весны издан. Переходя к вопросам, я буду зачитывать, и начнем сразу с первого. Деление религий на монотеизм и политеизм – это продолжение авраамического дискурса? Такой был вопрос первый. В целом, авраамический дискурс в ситуации, когда христианские религии, авраамические религии ведут наступательное движение на языческие традиции, он становится аргументом в апологетике христиан против язычников. То есть они говорят, что у вас богов много, а у нас бог один, совершают эту подмену единого на единственного, которое в русском языке хорошо различается, единый и единственный, а, например, в английском, в немецком довольно сложно, контекстуально понятно, но вообще различаются, одно и то же слово, the one, используется как един, или как один, как сингл, и не как unity или hand в неоплатонизме единое. Поэтому, да, противопоставление монотеизма политеизму – это полемический прием, который христианские миссионеры, проповедники, апологеты, авторы различных поучений, либо разоблачений язычества использовали как аргумент, причем иногда в хронологической связке, как моральный аргумент, что вы старые язычники, политеисты, а мы новые, значит, более соответствующие вообще реальности, новая религия единобожия, поэтому вы хотите или не хотите, должны нам подчиниться. Хотя для самого язычества, если взять его в некотором смысле как в себе, вопрос количества богов, к этому как раз была посвящена одна из лекций, и не только вот в этой книге «Идентичность язычника», не только в рамках курса «Теология по гонору», вопрос вот о монизме и политеизме язычестве. То есть это вопрос довольно-таки объемный, и вот к лекции можно отослать и еще заново переслушать. Там варианты, как языческие традиции разные, отвечают на вопрос, сколько вообще богов, они даны. Но актуальность в рамках полемики, попытка на политеизм надеть моральную оценку чего-то недостойного, устаревшего, она начинается и существует в рамках этого продолжающегося авраамического дискурса. У нас единственный, единый бог правильный с нашей автодоксией, «А вы все отсталые политеисты и должны сменить веру». Мы знаем, что все на самом деле наоборот. Второй вопрос. Есть ли исследования о связи и происхождении библейских и германских мифов? О такой вопрос о семитских корнях германцев, германской традиции. Я так подозреваю, что вопрос происходит от известной преамбулы Снорис Турусона Падша Эдди, где рассказывается такой полуэвгемерический миф о том, что Один с своими людьми пришел в пространство Передней Азии, из строя и деяниями заслужил славу, память и обожествление уже на севере. Среди шведов, норвежцев, скандинавов и так далее. И про это тоже есть опубликованный текст, что концепция, то есть здесь Снорис, он как человек своей эпохи отражает распространенный в его среде, в его культуре, историографический паттерн, который был свойственен не только датчанам, не только шведам, он также свойственен французам, англичанам, позднее даже американцам. То есть мы еще говорим про Средневековье, но позднее, когда в новое время появляются Соединенные Штаты Америки, даже у них есть такие элементы в их фолк, какой историографии. И у русских, в том числе и у многих народов, которые принимали христианство, стояла задача, особенно у княжеской, королевской, императорской знати и власти, обосновать свою принадлежность к тем историям, к тем притчам, и иероистория, священная история семейских племен, которые изложены в Ветхом и в Новом Завете. Им надо было обосновать, что они к этому имеют какое-то вообще отношение, не только по факту крещения. И тогда возникают концепции, например, франкоизраэлизма, что племена франков это одни из потерянных, либо ушедших, либо упоминаемых в Ветхом и Новом Завете колен израилевых, что на самом деле франки это потомки Абраама, которые пришли в Европу, и поэтому они являются христианами по преимуществу, и во Франции, что церковь считается сестрой, по-моему, государства, империи, обладает статусом своим не просто в силу крещения и веры, а в силу того, что сам народ это на самом деле потерянная королевна Израилева. То же самое говорят англичане, это англоизраэлизм концепция, что это английские племена, с которыми столкнулись римляне, когда колонизировали Британию, основывали Лондонию, что местные племена кельтов это вот такие заблудшие, дичавшие тоже израильские племена, и когда формируется уже более английское государство, то они тоже примеряют, то есть они переписывают, отказываются от своих традиций, от своих мифов и пытаются заново сконструировать, с помощью монахов, с помощью историков, вот эту выдуманную концепцию, что императорский, королевский, княжеский род, он на самом деле восходит своими корнями от какого-нибудь Давида, от того или иного предка, который упоминается в христианской истории. То же самое датский израилизм, русский, потом позднее такой миллионаристский, американский присутствует. И Сноре здесь он излагает эту же концепцию, то есть он близко к этому подводит, только использует миф о троянцах, также это в основе Рима, что основатели Рима, Ромул Рим, что они из бежавших троянцев, и Рим на самом деле наследует Трое. И потом это сливается как раз с этим израилизмом, позднее с приходом христианства, и получается такая смешанная картина вот этих французско-германско-римского передачи вот этого наследия, принадлежностей, и все это не имеет к язычеству уже никакого отношения практически, либо какие-то паразитические элементы закладываются, которые, естественно, не историчны, недостоверны, таверны, и они по факту обслуживают не какую-то языческую картину мира, а так или иначе работают на укрепление авраамической парадигмы, либо прямо, доктринальной, когда из израильских колен выводится, родословная европейских императоров, либо пространственная, если это не напрямую из израильских колен, то есть начать из пространства Средней Азии, передней, прошу прощения, Азии, которая сейчас занята современной Турцией и современным государством Израиль, ну а раньше это было пространство как раз расселения семитских племен, провинции Рима как раз, которая охватывала Иерусалим, Иудею в целом и так далее. То есть так или иначе происходит как бы перестыковка, то есть отрыв от германского мифа постепенно как бы он в русло заводится восточно-семитское. И это первое. А второе это скорее всего влияние фелькишедвижений 1800-х годов, вторая половина 1800-х годов, первая половина 1900-х. 19-20 век, и там было свойственно авторам немецким, вышедшим из романтизма, из такой среды, обращенной своим вниманием к фольклору, к народу, и ими была осуществлена такая попытка синтеза в рамках в том числе и расовых арийских теорий, что на самом деле все, что описано в Библии, это не семитское, но немецкое. И что Христос и Бальдер это одна и та же фигура, что Один, это тоже один из ликов бога, который там вписан в библейский нарратив. К этому же примешиваются некоторые гностические учения, которые были актуализированы в ту же эпоху. И получается такая попытка немцев присвоить, пересказать Библию на свой глаз, сказать, что на самом деле это все богатое арийское наследие, которое к семитам не имеет отношения, наоборот, семиты, допустим, они его извратили и со всеми соответствующими выводами. И что Христос на самом деле был Бальдером, что это умирающий, воскресающий Бог Солнца. Это Бальдер Крестас, что это не Христос, а Крестас, что это слово Крест и тому подобное. На это есть обстоятельная монография Кондратьева, посвященная Теркиши движениям в Германии. И это тоже, к сожалению, тупиковое движение, которое синтез, основанный на волюнтаризме, и он не привел к никакому конструктивному итогу, потому что он был одинаково оторван от подлинной германской мифологии, культуры и традиции, и от семитской в том числе. То есть они оказались между... Несмотря на большую популярность в 19 и 20 веках, не увенчалось успехом, еще популярность была довольно локализованной в континентальной Германии, успехом не увенчалось, но породило вот это вот до сих пор живущий, шизотерический уже, то есть как бы перешедший в разряд не только в эзотерике, а уже ниже, на уровень ниже, спекуляции о правомерности, отождествления Одина с Христом, потому что один распядывал, другой приколол себя копьем к дереву, или Бальдра с Христом, потому что один умирающий, другой воскресающий Бог, при этом игнорируются абсолютно... берутся какие-то поверхностные абсолютно совпадения, то есть это же не аналогия, а просто случайные совпадения на уровне... Христу было 33 года, и другому человеку было 33 года, значит между ними что-то общее. Вот такой аргумент. Потому что метафизический контекст и мифологический контекст, там, само жертвоприношение Одина, который принес сам своей воле себя в жертву самому себе, и объектная казнь, допустим, того же Иисуса Христа, который не был субъектом происходящих событий, исторический, метафизический, географический, прошлый контекст разный, то есть их невозможно сравнивать на основе таких поверхностных суждений. Но это вот в силу популярности в свою эпоху породило вот эти вот устойчивые мифы, что библейские, допустим, события, это иносказания эдических, или песен о богах, или песен о героях. Но, как мы видим, это... К этому еще огромный пласт гностического примешан, и это так называемый folk history, то есть народная история, которая выдумана по большей части. И говорить о том, что это достоверно, что это релевантно, это справедливо, и это достойно внимания, не приходится. На самом деле, это здесь спутаны вот эти две ветви. Желание знать еще со времен Средневековья и Крещения, переписать свое германское или какое-либо еще происхождение к израэлизму, к датскому израэлизму, франкоизраэлизму, англоизраэлизму, италоизраэлизму. То есть сказать, что их вот эти вот германские народы, это потерянные колено Израиля. То же самое, видимо, в Африке, когда африканские, христианские государства считают, что чернокожие евреи, это потерянные колено хама и так далее, хамиты, народ, что они тоже имеют к этому отношение. Это на самом деле такая как бы гравитация вот этого иудео-христианского ядра, которое как бы людей вот в себе затягивает, и они вынуждены были переписывать историю, чтобы добиться политической легитимности, выглядеть в собственных глазах, наверное, лучше. Более, так сказать, благостно и релевантно для церкви, чтобы заручиться поддержкой папы в войне против другого императора и так далее. И более такая фельдши мотивы, сделать своим то, что в принципе не надо делать своим. Германцы не нуждаются в том, чтобы доказать, что, допустим, Библия – это пересказ идических михов. У нас есть этические мифы в целом. Поэтому вопрос, на самом деле, это вопрос о пустой трате времени такой работы. Так, четвертый, следующий, точнее, вопрос. Являются ли логос и мифос эквиполентными? То есть, если мы говорим не логос, то подразумеваем сразу мифы, который нас к этому отсылает. И означает ли переживание религиозного опыта их слияние? То есть, если человек переживает какой-то… Я так понимаю, религиозный опыт – это имеется в виду какое-то высшее его переживание, допустим, катарсис или экстаз. Когда человек интенсивно его переживает, когда его выхватывает как бы из повседневности, потому что даже простое подношение богам и сжигание свечки на алтаре дома – это уже как бы религиозно. То есть, человек совершает какую-то практику, деяние, связанное с проявлением религиозности, но они, допустим, могут быть не так интенсивны. Про мифос и логос сказано очень много и достаточно в курсе лекции «Человекосвященное». Они тоже публикуются. И первая лекция как раз посвящена разбору, что такое логос, что такое мифос, на разных уровнях физического, метафизического, речи и письма. И мифос и логос могут либо противостоять друг другу, когда логос начинает ревизию мифа делать и вычищать оттуда все сказочное и оставлять рациональные логические структуры, либо он может относиться к нему уважительно, понимая, что логос из мифоса произрастает. И поэтому тогда получается такая германифтический круг, постоянное диалектическое и германифтическое обращение и интерпретации. Когда мы с логического переходим на мифологическое, более гибкое, потом возвращаемся, делаем какие-то выводы и постоянно совершаем вот этот вот круг интерпретации, процесс интерпретации с двух позиций, которые предполагают различные режимы мышления. Поэтому во втором контексте, да, можно говорить об эквивалентности. А переживание самого религиозного опыта в его насыщенности экзистенциальной, в то, что Вальтерот описывал как нуменозный опыт, как выхватывающий, снимающий в целом оппозиции, тогда да, тут уже речь не столько о слиянии, сколько о снятии. То есть религиозный опыт он неописуем. То есть и мифологически, то есть поэтически, и логически более рационально. Мы можем только его как бы описывать указательно, иносказательно, метафорами, различными поэтическими, может, категориями, больше это удачно получается. Поэтому в рамках катарсиса или экстаза религиозного, мифос и логос в некотором смысле не существуют. Существует непосредственно перерывание священного, либо захваченность вот этим священным, как в слове энтузиазм, которое значит одержимость Богом, богоодержимость. Когда человек входит в состояние такого религиозного энтузиазма божественного, то есть энтузиазм не как экзантированную озабоченность сделать какое-то дело, как энтузиасты в обычном языке обыденном говорят, а вот именно в этимологической, как одержимость божественного присутствия, то да, этот опыт нуменозен, и здесь он чист и свободен от таких структур и логических, и мифологических. Так, следующий вопрос. Религиозное откровение и религиозная манифестация, как они друг с другом соотносятся. То есть это религия откровения, как я понимаю, религия проявления. И здесь под вопрос как раз как понимать эзараастризм и ранние семитские верования в отношении с манифестационизмом и язычеством. Ранние семитские религиозные воззрения, которые еще были языческими, они все равно предвосхищали монотеизм. То есть как они сами это интерпретируют, что иудаизм это религия, которая стремилась к монотеизму изначально. И даже свои засвидетельственные языческие корни, они считают, что они были уже стремлением к монотеизму. Мы знаем, что среди семитских племен до становления монотеистического иудаизма, допустим, ислама, существовали языческие верования и среди арабов, и среди семитов. Очень мало про них известно, практически такими очень скупыми данными, потому что все это уничтожалось очень яростно. И тексты, и находки. Но тем не менее, как бы про это известно. При этом такой ортодоксальный иудаизм, он очень много унаследовал своего языческого наследия по структуре самой религии. Но его позиция о монотеизме и моноэтнизме, то есть один бог, единый бог и его избранный народ, он фиксируется на очень ранних этапах, либо как предвосхищение, либо как то, что было пророчественно, высказано в пророчествах и заповедано, собственно, богом заветы. То есть то, что было предсказано заранее, что это такова судьба этого народа. Поэтому, как бы, это религии откровения, не зря называются они, по-преимуществу как раз. А второе, зороастризм, потому что зороастризм, религия крайне дуалистическая, она не аварамическая, но влияние этого иранского дуализма, оно очень сильно прослеживается в становлении ислама, в частности, и в целом вот этот жесткий дуализм, потому что дуалистические традиции, и в целом дуализм противостояния богов и титанов, например, он свойственен многим традициям. Девы и асуры, либо наоборот асуры и девы, Индия и Иран, соответственно, асы и отуны, титаны и олимпийцы, и мы это все узнаем. Но в зороастризме, как раз после пророческой, откровенческой реформы зороастра, происходит утверждение о противостоянии двух равных фигур, как раз светлого божества, темного божества. И этот дуализм есть в их содержании истории, которое отражается и в обществе, в истории, в моральных аспектах, в представлениях о сакральной чистоте, либо нечистоте, в свете, в частицах света, которые надо собрать, отделить их от тьмы. И иранский дуализм в целом и зороастризм, он, на самом деле, представляет довольно серьезную задачу, то есть как-то интерпретировать. Да, это традиции не авраамические, но по своему содержанию они настолько же жесткие, то есть зафиксированы, так сказать, негибкая эта традиция, как другие языческие, где взаимодействие вот этих полюсов, оно возможно только в состоянии войны. В то время как в германской традиции есть мифы о том, как гиганты помогают Асам строить укрепление Асгарда, стену, как принимают в скаде, в пантеон и в индийской традиции Асуры могут также практиковать, обучаться у божеств, получать определенные ситхи, но при этом рано или поздно они все равно начинают противостоять богам-девам, изгоняют их с небес, подчиняют их себе, пока не приходит к инфермер Кали и не спасает их, не уничтожает Асуров. И в зороастризме это представить практически невозможно, и здесь действительно можно поставить какую-то задачу, перечитать и как-то интерпретировать, вписать зороастризм вот в историю становления вообще радикального дуализма, который происходит с пространства Ближнего Востока, с Аравийского полуострова, с Передней Азии и с территории Ирана. Потому что, будучи в некотором смысле традицией все-таки языческой, ее структура очень сильно и очень, так сказать, комплементарно оказалась радикальному дуализму авраамических и реационистских родителей. Она их очень сильно аффектировала. В мистическом плане, как мы знаем, и в политическом Иран оказал влияние на ислам, и, безусловно, я думаю, на семитские и христианские воззрения тоже. Поэтому это вопрос такой открытый, и я думаю, здесь было бы разумно привлечь представителей существующего нынче зороастризма в Иране, потому что традиция не умерла, она живая, и в Иране, несмотря на то, что это исламская республика, он существует, надо, наверное, выходить на контакты и общаться, чтобы услышать голос их теологов и интеллектуалов, что они думают на этот счет, с кем им, кого они считают себе ближе вообще, мусульман или язычников из других традиций, из Европы, либо из Азии, либо из Ближнего Среднего Востока. Что им самим нужно? Надо услышать их позиции. И про религии откровения и манифестации здесь еще, наверное, сделаю догадку, что неявная отсылка есть к Джемалю, который делил на религии откровения как раз и языческие. Ну, та традиция, в которую приходит пророк, она, скорее всего, обречена на то, чтобы умереть уже. Потому что те традиции, где приходит именно фигура пророка, то есть не просто гуру, садху, учителя, жреца, какого-то теолога, который не реформирует, а просто оформляет, как Гесиот, например. Гесиот или Гомер, или Платон с Сократом. То есть это фигуры знаковые в античной традиции, но они не пророки. А на Ближнем Востоке фигуры пророков – это знамение конца. Так, еще вопрос такой, унификация и деунификация трактовок мифов в языческих традициях. Про это как раз много сказано, в том числе и в курсе «Человека священная». Вообще речь о том, как правильно интерпретировать разнообразие трактовок и рассказов одного и того же мифа, которые различаются в деталях. Возьмем, допустим, песни старшей Эдды и прадеическую младшую Эдду, которые рассказывают одну и ту же мифологическую систему скандинавов, но при этом у богов различаются имена, различаются детали, различаются некоторые сюжетные моменты и линии. Структура повествования меняет форму сама, то есть поэтической и прадеической. И как рациональный, строгий такой ум, он, естественно, задачу поставит, что «А какая из этих двух версий верная?» То есть вот у вас два текста, они друг другу противоречат. Либо проведите работу над ошибками и сделайте синтез из двух версий, сложите их, сделайте одну непротиворечивую, либо скажите, какая из двух версий правильная, какая неправильная. Одну мы оставим, другую мы забудем навсегда вообще. Вот это вот ошибка как раз строго логического, позитивистического практически подхода к мифу, потому что миф – это совокупность всех версий. То есть все версии мифа, вплоть до противоположных, они истинны. И они создают вот это вот богатство, такую широкую палитру для интерпретации и экзистенциальную насыщенность мифологических фигур, сюжетов, сказочных мотивов в целом, которые, собственно, становятся теми образами, которые существуют на протяжении тысячелетий. Для европейской культуры, разумеется, наиболее известны – это греческие, потому что они вошли как парадигмальные образцы во все науки о человеке, науки об обществе, о политике, об истории. То есть мы знаем, что есть эти мифы о Эдипе, о Хелесе, об Одиссеи, о Персифоне, прохищении. И все они используются в различных интерпретациях, различных явлениях человеческой жизни на самых разных уровнях. И вот это вот мощь греческого мифа, которой не надо его сводить к одной интерпретации. Наоборот, он настолько богат, что он является матрицей для интерпретации самых разных вещей. То есть он неисчерпаемый. Поэтому языческий традиционализм, манифестационизм и в целом языческая теология, она должна избегать унификации, от слова как раз практически универсальный, единый, уний, один, и настаивать на такой плюральности интерпретации, плюральности локусов. И в конкретных случаях, когда человек, допустим, строго встает на путь почитания одного божества, тогда он из этого его разнообразия путей интерпретации, он выбирает для себя одно, либо пару, которыми следует он. И для него они являются маяком, путеводной звездой, самим путем, дорогой, по которой он идет, и из которых, из вот этих набора мотивов он интерпретирует все остальное, а другие он не рассматривает. Но при этом он должен признавать их существование и легитимность для тех, кто выбрал не вот эти пути, а вот эти пути. И как бы уже с большой высоты можно действительно вот этот весь веер путей охватить и понять, что как бы и здесь Один-Виллеве, а здесь Один-Хёнир-Лодур, что это на самом деле не противоречивая информация двух разных мифов, а это одна и та же такая божественная триада, которая проявляется и одаривает людей и тем, и тем, и вот одним набором, и другим набором даров, чтобы они наконец-то стали людьми. То есть это вот работа по такому охвату поливариации этого мифа, она дана в книге «Приближение окружения», которая также вышла в этом году. Вот можно там прочитать, посмотреть, как происходит работа по такому схватыванию мифологического разнообразия в его плюральной версии. И последний вопрос, он такой довольно объемный, он был посвящен, сразу несколько человек его написали, фигуре Рене Генона и том факте, что он такой отец-основатель современного традиционализма, и при этом так его исторический духовный путь сложился, что он обрел какую-то собственную духовность в исламе, в исламском мистицизме, переехав в Каир. Это довольно частый вопрос, который в традиционализме обсуждается, наверное, лет уже 50, даже больше 50 лет, наверное, Эвол, как-то скончался в 64-м году, обсуждается, он еще Эвол описал об этом в свои зрелые годы, так что вопрос очень старый, и он до сих пор тревожит людей. И аргумент сводится к тому, что если в основании традиционализма стоит человек, который был мусульманином, то почему мы должны этому следовать, то есть не стоит ли нам использовать принцип от хоминем, то есть от человека, что если человек был плохой, значит все учение, которое он создал, оно тоже плохое и нерелевантное. Ну, этот аргумент, он понятно, что интеллект там определен, потому что если религиозная принадлежность мыслителю является определяющим, то тогда мы должны выкинуть практически все, что нам известно о языческих традициях в любых принципе, потому что академические исследователи, собиратели фольклора, медиевисты, лингвисты, религиоведы, антропологи, археологи и так далее, ну, практически в ста случаев, они все являются либо атеистами, либо христианами. Поэтому подберем стебли на Каменску и выкидываем его из истории скандинавистики, потому что он не был атеистом, например, и не был последователем Ассаду. Бенвиниста, который составлял словарь до европейской лексики, то же самое. Как бы Рыбакова, для родноверов, либо другого автора должны в итоге исключить всех, если следовать этому нелепому аргументу, и поэтому уже понятно, что вопрос на это можно закрывать. Во-вторых, Генон, он всю жизнь опирался на индийскую веданту, и даже приняв исламу, продолжал писать все равно про индийскую веданту, которая является языческой религией, и опирался он на языческую духовность, и при этом, ну, не только, но у него широчайше было поле взгляда. Но это вот его такое ядро, человек его становления, согласно веданту. Следующий факт, что языческий традиционализм, традиционализм в целом, не только Геноному, един, языческий традиционализм, в частности, он опирается по большей части на труды Юлиуса Эволы, Олена де Бенуа, то есть это те, кто выступили на стороне язычества, на стороне более скорректированного подхода по отношению к Генону, то есть они скорректировали Генона, и некоторый ряд его ошибочных подтверждений. Поэтому для языческого традиционализма некоторые нюансы Генона, они вообще далеко не так важны. И традиционализм в целом это не монолитное такое учение, в нем есть ряд течений, ряд школы, связанных с конкретными именами, персоналиями. Есть те, кто пытаются следовать классическому Геноновскому учению, и языческий традиционализм, он существенно далек от этих школ. Есть те, кто развивают более политический традиционализм, есть кто развивает его эзотерические аспекты, христианские, исламские, языческие, индуистские, даже отдельно. Поэтому здесь есть разнообразие, которое как раз подчеркивает различные фигуры, методы, и акценты расставляет. И для языческого традиционализма в первую очередь, как бы, лицами номер один является как раз Генон. Мир Шелиады, который писал в своих письмах и дневниках поздних, что всю жизнь он был язычником, который пытался переодеться в христианскую одежду, и из-за этого страдал. Олен де Бенуа, автор, безусловно, отличной книги «Как быть язычником», и посвятившей апологии языческого образа мысли, практики ритуальной, строительства общины, а именно о языческой эпистемии, языческом мышлении, огромное количество текстов. Или вот, как бы, на кого мы опираемся в первую очередь. И занятно, что критики как раз Геноновского традиционализма, они в большинстве случаев и были зарастрийцами. Это либо почивший Крылов, если я не куда помню, Крылов, русский националист, и современный ирано-американский автор Джейсон Резов Джоджани, который как раз тоже зарастрийц, и тоже выступает против Геноновского традиционализма с претензией к исламу. То есть здесь очень показательный паттерн, что люди в разных концах света, из разных поколенческих границ, они сходятся в одном отрицании и в одном утверждении. То есть это тоже какой-то интересный феномен, который надо еще исследовать. И при этом оба являются модернистами, то есть последовательно защищают прогресс научно-технический, развитие парадигмы модерна, пытаясь совместить ее с той или иной формой, часто с аэроастрийской духовностью, и национальными какими-то националистическими акцентами. Это все, я там, Крылову известная принадлежит, что родноверие – это путь к исламу, это самый абсурдный тезис, который можно было породить вообще в русской мысли, патриотической. Он пока был жив, он его породил. И примерно такой же тезис, по-моему, в Джаджане есть. Если правильно, корректно разобрать то, что писал Генон до принятия ислама и после, это один и тот же автор, для которого Веданте является основным звездой в путь указующий. Поэтому на этом как бы вопрос не закроется, еще годами будут это спрашивать, возмущаться. Но вот тезисы такие, что если идти от принципа от хоминем, от человека, что если у человека неправильные взгляды, значит его учение неправильное, то в таком случае мы должны выпросить вообще все, что мы знаем обо всех вещах на свете, потому что у всех этих людей абсолютно неправильные жизненные взгляды были. И это еще отражает абсолютно непонимание вообще, что такое традиционализм, как учение философское, как его методология работает, какие акценты он ставит на себе. Но чтобы это понять, мы сделали курс «Теология по гонорам», сделали курс «Человекосвященная» и написано уже изрядное количество книг. Поэтому я благодарю вас за то, что вы прослушали, отсылаю вас к этому курсу еще раз, для того, чтобы прояснить неясные моменты к книге «Идентичности язычников в 21 веке» и к другим работам. А это «Маритарек». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok